Сегодня поговорим с вами о кофемашинах. Есть такой вариант, как кофемашина для домашнего использования. Начнем с Саши. Их три варианта. Капсульные, есть обычные дрожковые кофемашины, то есть это вот такого формата. И есть капель. Ну капельные сейчас никто не использует, в принципе это уже отошло. И обычная кофемашина стационарная. Разница будет в чем? Если, например, в рожковых кофемашинах, там нужно будет иметь уже перемолотый кофе. То есть обычно покупая там измельчители и так далее для кофе, только тогда можно будет готовить. Но опять же, это классно подходит, если там в семье один-два человека и кофе пьют нечасто. Если пришла большая компания, то, во-первых, это займает уйму времени для того, чтобы приготовить всем кофе. Во-вторых, как бы в плане удобства это не совсем удобно. Это максимально у вас получается крепкий кофе, вы сами можете регулировать непосредственно плотность кофе, горечь кофе, ну и так далее. Работа тоже, там есть контейнер с водой, он заливается, соответственно, желательно заливать очищенную воду, чтобы не было накипи. И в принципе, дальше можно использовать. Идет следующий капсульный. Капсульные кофемашины, это используются вот такие капсулы. Просто вставляется капсула в нее, нажимается кнопочка и делается кофе. В принципе, по факту, рубаря как кофемашина, только намного быстрее и проще. Теперь вот повернемся к самому классному кофемашинам. Да, у них бюджетный сегмент начинается от 10 тысяч и выше. Соответственно, с каждой ценой появляется новый функционал. По обслуживанию они плюс-минус все идентичные. То есть, ну, нельзя сказать, что, например, варочный блок, это сердцевинная кофемашина, в 10 тысяч хуже, чем в 30 тысяч. Нет, они плюс-минус одинаковые, потому что кофемашины, ну, не этим славятся, грубо говоря, а функционалом, приготовлением и стилем кофе. Если взять, рассмотреть варианты там до 12 тысяч, да, это бюджетные. Самые обычные кофемашины, которые имеют обычный стационарный капучинатор, то есть он не автоматический, он механический. То есть нужно иметь определенные навыки для того, чтобы приготовить тот же шлатто, либо капучино в правильной форме. Если, например, взять более дорогие варианты, и тут уже есть автоматический капучинатор наподобие вот таких вот форматов. Там, где заливаете непосредственно молоко, и оно само уже готовит там латте, капучино, латте, мадьято и так далее, да. То есть, ну, такие напитки как бы популярны больше, наверное, для женского пола, да, то есть нашего. Если взять в плане обслуживания, да, они все элементарные, то есть в основном в каждой кофемашине есть индикатор, который показывает, когда нужно залить воду, когда нужно почистить, когда нужно сделать декальцинацию кофемашины. То есть это почистить от накипи и промыть полностью систему. Либо, опять же, когда желательно достать варочный блок и промыть его. Потому что есть два типа варианта варочных блока. Есть обычный механический, а есть под гидравликой. А вот гидравлика, это с силой сжатия происходит до такой степени, что, в принципе, как многие производители утверждают, что это и есть вкус кофе. Также есть там, например, и измельчители, да, которые помолы. То есть это идет керамический и есть металлический, да. Ну, как правило, многие люди говорят, что есть такой миф, да, скажем так, что металлический и дает кислинку. Нет. Он просто менее, точнее, более прочнее, чем керамика, да, но его, как правило, чаще меняют, чем керамика. Если смотреть более дорогие варианты, да, как вот берут там в кофейне, либо там, опять же, кто-то в магазин. То есть вот такие места, как бы чисто там выгустить клиентов, либо гостей, да, там в пределах там рамках. То, после выходить в данный магазин там с одеждой, там есть кофемашина, но реально, когда живешь, очень круто выпить кофе. То там классный вариант, например, таких, а там считается кофе. Сколько чашек было приготовлено в день, это круто отслеживать. То есть, опять же, если брать это для какого-то малого бизнеса, то, ну, такой идеальный вариант. Есть рассматривать, какие варианты есть механические кнопки и сенсорные, да. Очень удобно подойти, например, нажать на кнопочку с легким прикоснением руки, и она уже готовит то, что вам надо. Либо начинают там кнопки выставлять каждую программу, все включать, это тоже занимает какое-то определенное время. Людей, которые занимаются, умными домами делают. Потому что, во-первых, первое, что сейчас самое важное, это экономия времени. То есть реально люди живут сейчас в спешке, потому что много работают и так далее. То есть очень было бы удобно, чтобы он ехал с работы, к примеру, в телефоне нажал, что он хочет запить кофе, и она его приготовила дома. И он приезжает, и его ждет уже горячий кофе, либо латы, либо еще какие-то напитки, в зависимости. И очень было бы круто, например, так же, что утром запрограммировать. То есть в телефоне, опять же, что выставляешь с помощью программы, что ты все утро просыпаешься, пока ты пошел умылся, пока собрался, тебя уже идет на кухне горячая, там, стаканчик кофе, да, то есть это очень круто. Премиальный сегмент, они очень дорогие, да, у них очень крутые там материалы. А так для домашнего использования надо рассматривать такую машину до 30 тысяч, это будет идеальный вариант. Может быть, даже 20-25, в принципе, потому что нужно отталкиваться от человека, какие нужны потребности ему. То есть если ему надо, к примеру, там, чисто просто американо, либо эспрессо, и за 10 тысяч ему хватит будет машина. Если он же, конечно, там у него семья, естественно, лучше осматривать такие капучинаторы, которые легко моются, долго можно хранить молоко. И надо не забывать, что нужно ее обслуживать вовремя. Не нужно забывать, это такая же, как обычная машина, да, у людей, то есть это обычный транспорт передвижения, только он находится дома. И в любом плане нужно залазить, где-то смазать, где-то вытереть, где-то протереть.